Ибрагим Маккола! Провел в апреле 2019 года, достаточно серьезный и простой получился у Ибрагима Макколы, но тогда одержал победу техническим нокаутом. Из интересных и знакомых нам с вами, друзья, соперников, могу, пожалуй, отметить Олега Миссюру, которого вчера могли вы видеть в эфире нашего канала. Который вчера, да, также уверенно одержал победу. На тот момент у Олега Миссюра был послуженный список 2-0 и нокаутировал в первом раунде у Ибрагима Макколу вот так. В основном выступал в Африке Ибрагим, проводил поединки в родной Танзании, ездил в Гану, в ЮАР и, собственно... А, нет, прошу прощения, я еще один раз дрался в столице другого африканского государства, в Найроби он там выступал. Ездил в Италию. И, я так понимаю, сейчас вызовут римк из-за Нурдаулетова. Мы потихонечку начнем. Очень, очень опытный спортсмен по любителям, по имеющейся у меня информации, чемпиона Нурдаулетова сейчас рекорд в европейской карьере, который не только бы закончен, но, наверное, там еще... Но начал он совмещать, да, с профессионалами. Он пришел в профи сейчас, у Нурдаулетова 26 побед, 8 поражений, в том числе, друзья, еще раз напомню, очень серьезное достижение. Победа на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019-м, причем Нурдаулетов, если я правильно вижу по количеству поединок, был не сеянный. Абсолютно верно, он шел по длинной, скажем так, сетке. Он шел по длинной дороге, да, он... А в финале, вспомните, как он встретился с узбекским боксером Дейсаде Рудметовым и одержал победу. Финал финалом, он в полуфинале Хулио Сесаро Лакрус выбил, а там у человека 202 победы полюбительным было в тот момент. Ну, не зря он считает, он имеет звание заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Он действительно заслужил, простите, мне такой каламбург-экзап, Нурдаулетов, несмотря на то, что... Ну, это такой случай, когда он как бы дебютант по профи, но мы с вами, я думаю, должны понимать, что это не какой-то там паник, который... Огромный любительский олимпийский опыт, да, он дает, я все знаю. Чемпион мира, не по профи, по олимпийскому боксу, но тем не менее, чемпион мира сейчас пройдет. Плюс ко всему, а то, что Казахстан проповедует именно такой силовой бокс даже в любительском олимпийском боксе, это уже большой показатель. Я точно помню, что ребята из сборной Казахстана в 19-м году на ЧКТ разжигали. Ну что ж, мы совсем скоро... Совсем скоро, точнее, стартует первый поединок этого мяч. Слушаем объявления бойцов. Профи дебют Бегзат Нурдаулетов. Кызыл Борыш. Рингтеги рефери Серик Ешмагамбетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Команды слушают. Пожай, дорогие. Чекаем. Друзья, стартует первый раунд Бегзат Нурдаулетов против Ибрагима Мао Колы. Из шести раундов запланировано сразу же. Вот шести раундов решил стартануть Бегзат. Спойлер, у нас сегодня все пары шести раундов. Абсолютно верно. В том числе дебютируют ребята с шести раундовых боев. Ну и вот. Бегзат сразу, как мы видим, поджал немножко своего соперника. На шесть лет он его младше. Ну, слушайте, несмотря на опыт Мао Колы в профессионалах, мне кажется, здесь Нурдаулетов фаворит. Пока никуда не стартует здесь Нурдаулетов. Не торопится Бегзат. Он так потихоньку поджимает. Первый бой в профи. Традиционно для себя мы знаем, что в стойке левши боксирует Нурдаулетов. Такой ищет, ищет он момент для хорошего, видимо, точного попадания. И даже передней рукой так не планирует разбивать он своего соперника. Смотрите, Мао Колы не собирается просто стоять и собирать удары. Мао Колы показывает, что не просто так он приехал из далекой Танзании сюда. Это точно. В Казахстан. Ну, слушайте, сразу... Ну, как сразу? Выйти на поединок против чемпиона мира по олимпийскому боксу, это серьезно. Да, и видно, что так пока Мао Колы немного опасается. Ну да, я думаю, изучал он бои Нурдаулетова и прекрасно знает, что ударить Бегзат может. А здесь... Здесь вам не любительские перчатки, скажем так. И шлемов никаких нет. Ну, правда, в олимпийском боксе тоже мужском нет. Так поджимает, поджимает, поджимает пока Нурдаулетов своего соперника канатом. Но пока каких-то действий нет. Он больше его попугивает. Да, невысокий темп. Я думаю, пытается соперника так изучить немножко Нурдаулетов. Но особых возможностей... Практически без ударов поджимает здесь Нурдаулетов своего соперника канатом. И пока ничего не делает, просто начинает его раздергивать. Пытается работать с дистанцией. Я думаю, Ибрагима пока что все устраивает. Его особо не бьют, скажем так. Навстречу джебам сейчас попал танзанец. Пока раз... Оп! Какое попадание и сразу точно, да. Ну вот, друзья, вот в этом весь Бигзат Нурдаулетов. Он, если бить начнет, то бой может очень быстро кончиться. Вы видели, как он просто выстрелил. Да, и мне кажется, немножечко так не ожидал этот удар Маккола. Ну, а Бигзат Нурдаулетов никуда и не торопится, мы видим. Он не бросился на своего соперника. Он продолжает так искать. А это был, скорее всего, самый первый удар дальней левой рукой. И еще один. И там попал, друзья, Бигзат. Ну вот, двух ударов вполне достаточно, да. Ну и просто сейчас будет открыт счет. И мне кажется, очень сомнительно, сможет ли дальше продолжать. Ну нет, смотрите, поднялся. Маккола поединок. Да, Маккола показывает, что он готов продолжать. Да, рефери выпускает Ибрагима на продолжение боя. 10 секунд в первом раунде остается. Ну, Бигзат особо не полетел добивать. Под занавес еще выброшены удары. Ну там, слушайте, хорошо слева и попал Бигзат. А никуда не торопится здесь Нурдаулетов. Мы видим, очень спокоен. У него все время прицелится. Соперник позволяет. Особо в ответ не бьет, если честно. Концовка раунда. А вот тут вот до Гонга, да, еще так. Там Заниц пошел уже отдыхать в свой угол. Перепутал команду. Но все-таки два тяжелых удара он пропустил. Ждем второй раунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй раунд, да. Ну и мне кажется, нацелен на досрочную победу Бигзат. Смотрите, как сразу подошел с первых секунд. И готовит, готовит он эту левую руку. Это заметно. Будет ли пробивать снова, да, такой боковой слева. Два боковых в первом раунде прекрасно просто залетели. Ну да. Точно в цель. Опять туда. Один из них отправил на канвас Ибрагима Молкуру. Ибрагим снова атаку пропустил этот удар. Ну, в этот раз выдержал. Видимо, не так плотно попал Бигзат. Ну да, понимает, возможно, он траекторию уже. Ну, слушайте, у Бигзата такой удар. Там понимай, не понимай. Если он в Нурдаулетов попадет... Но пока мало ударов выбрасывает Нурдаулетов. Так выцеливает, может сказать, хочет одним ударом возможно срубить. Ну да, я думаю, он хочет одержать уверенную победу нокаута в первом бою по профи все-таки. Тем более, да. Очень зря Ибрагим останавливается у канатов. Это может очень плохо закончиться для его здоровья. А он не знает, что делать. Он не пытается идти вперед, очень опасается и не видит, откуда будут удары ему сейчас лететь. Ну, он, главное, в ответ практически не выбрасывает, что на самом деле довольно странно. Мог бы закатить нам тут рубку, например. Попытаться хотя бы это сделать. Ну вот, попытался ответить. Ну вот, смотрите, сразу открытая работа. Ожил, ожил немножко, Ибрагим. Видимо, чувствуешь, что соперник-то тоже, по сути, работать позволяет. Не то, чтобы Нурдаулетов какой-то тут безумный темп заставляет держать. А Бигзат пока рассчитывает именно на вот это точное плотное попадание слева. Ну, возможно, долго ждал такой возможности свой нокаутирующий удар поприменять. Все-таки в олимпийском боксе это сложнее. Тем более, да, мы знаем, перчатки. Большие. Большие, очень тяжелые, да. Тут сколько? Ну, наверное, там 12-14. Навряд ли, я думаю, это 10-унцовые перчатки при этой весовой категории. 12, наверное, все-таки. Я думаю, десятки все-таки. Тяжело сказать. Ну, где-то в этом радиусе, это точно. Хорошо, вот так начинает Бигзат расстреливать передней рукой. Снова попадает. Да, уже и боковые с передней заходят. Ну, перестал так выцеливать немножко. Смотрите, решил в Тайсона поиграть Ибрагим. Хорошо, по туловищу попадает Бигзат здесь. Ну, а вот сейчас. Еще по корпусу тут же перевод апперкот. Ну, слушайте, отвечает Ибрагим. Пытается удары просто не пропускать эти тяжелые. Пытается как-то смазывать головой, дергать вовремя. Просто, да. Ну, слушайте, на выбор работает Нурдуулетов. Просто расстреливает пока. Пытается, конечно, оборону корпусом нам тут показать Ибрагим Маукола. А между тем у нас концовка второго раунда. Снова пропускает справа вот тут вот так вот. Оп! И тяжелый удар в ткаемочку. Какой удар в печень, друзья. А мне показалось, это был левый в подбородок. В подбородок? Да. Мне показалось, что... Ну, друзья. Сейчас посмотрим повтор, но мне показалось, что Маукола не встанет. Да. Абсолютно верно, да. Здесь уж очень тяжело упал. Поединок завершен. Буквально распластался по рингу Маукола. Ну, и Бигзат Нурдуулетов одерживает первую профессиональную победу в карьере. И она нокаутом, ударом. Да, срочная. Буквально за секунды до конца второго раунда. Вот такой вот четкий хороший левый боковой мне показалось. Повтор хотелось бы, да. Да, повтор. Левый боковой мы согласны. А вот куда, я не уверен. Ну, что ж, поздравляем Нурдуулетова с досрочной победой. Хороший старт профессиональной карьеры. Ждем следующую пару бойцов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok